Молдавия, Грузия, Украина. Кого ждать в еврозоне? И почему? Разбираемся с политологом Казанского университета. Абитуриенты готовятся подавать документы в институты Казанского федерального университета. Документы можно подавать уже с сегодняшнего дня. От результаты ЕГЭ мы получим в федеральной базе данных. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Амир Ахтямов. В Москве стартовала защита программ передовых инженерных школ в рамках федерального проекта, инициированного Минобранауки Российской Федерации в целях подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. 19 июня свой проект представил Казанский федеральный университет. На защите присутствовали вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева и исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский, заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ Ирик Гумеров, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиулин, и директор набережной Челнинского института КФУ Махмуд Ганиев. В качестве основного докладчика выступил руководитель создаваемой школы инженеров нового поколения Равиль Хисамудинов. Сквозные технологии, которые на сегодняшний день объявлены во всем мире, осваиваются, они все практически должны быть в рамках, конечно, каких-то отраслей в голове одного инженера, а не в шестерых. И это возможно. Мы создаем такие программы. Период подачи документов в ВУЗы наконец-то наступил. Самые ответственные абитуриенты уже собрали нужные бумаги и заявления, и 20 июня стали заполнять пункты приемных кампаний. Наталья Жирнова побывала в Казанском федеральном университете и узнала, как там проходит первый день подачи документов. 20 июня по всей стране стартовала приемная кампания 2022. Для абитуриентов этот день является волнительным. Те, кто уже сдали все экзамены, стремятся как можно раньше отдать документы ВУЗ своей мечты. Казанский федеральный университет уже открыл двери второго здания для поступающих. Сегодня уже с утра приходят ребята, подают свои документы. Все институты сегодня начали свою работу. Работа сегодня первый день, идет в тестовом режиме. Мы проверяем стопроцентную подготовку к дальнейшему нашему эффективному подотворному труду. Очная подача документов проходит по простой схеме. Приемная комиссия вместе с абитуриентом сверяет все нужные документы, среди которых паспорт, аттестат, а также анкета. Именно с анкетой у поступающих могут возникнуть некоторые проблемы. Документы подаются обязательно все равно в электронном виде. То есть, либо приходит абитуриент, уже заполненный анкетой, либо, если он не может, мы ему оказываем помощь в компьютерный зал, либо, если что-то можем решить на месте, то решаем все это на месте. Также приемная комиссия отмечает, что подача документов не зависит от того, опубликованы уже результаты единого государственного экзамена или нет. Документы можно подавать уже с сегодняшнего дня. Результаты ЕГЭ мы получим в федеральной базе данных физ.ЕГЭ, и поэтому это никак не влияет на исход подачи документов. Свою приемную компанию открыл и Елабужский институт Казанского федерального университета. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик специально в день начала приема документов приехал в Елабугу, чтобы удостовериться в том, что все системы по дистанционному приему документов налажены и работают в штатном режиме. Особенностью, наверное, приемной кампании этого года является то, что приемная кампания продолжает свою цифровизацию. Мы ориентируем подавать документы через портал ВУЗа. В первый день Елабужский институт принял несколько десятков абитуриентов, которые решили посетить ВУЗ лично. Напоминаем, что прием документов от поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний в Казанском федеральном университете завершается 15 июля. В остальных случаях документы можно подать до 25 июля. Наталья Жирнова, Фарид Захит Аглы, Денис Сипайлов, Универньюз. Казанский университет посетила делегации из Ирана. О целях данной встречи и не только узнавала Анна Климина. 20 июня в главном здании университета состоялась встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией Иранского университета имени Шахита Бехижди. В первую очередь визит состоялся с целью подписания меморандума о взаимопонимании и установлении долгосрочного и эффективного сотрудничества между Казанским федеральным университетом и университетом Шахита Бехижди. На сегодняшний день в Казанском университете обучаются 634 гражданина Ирана. 400 из них – это слушатели подготовительного факультета. Мы всегда рады приветствовать в стенах Казанского университета гостей из других стран. Надеемся, что это не последний ваш визит в Казанский университет. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Мы сегодня ознакомились с вашей историей, узнали о знаменитых личностях, которые обучались в вашем университете. Отрадно, что иранские студенты выбирают для получения образования именно Казанский университет. Что касается студентов, то большинство из них учатся на медицинских направлениях Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. На встрече было отмечено, что самое активное изучение персидского языка происходит именно в Институте международных отношений. Обе стороны выразили благодарность друг другу за сотрудничество и возможность развивать изучение персидского языка в Институтах Казанского федерального университета. Анна Климина, Александр Кузнецов, Универньюз. Еврокомиссия представила в Брюсселе заключение по заявкам на членство в Европейском союзе Грузии, Украины и Молдавии. Последним двум рекомендовали предоставить статус кандидата на вступление в объединение. Подробности в следующем сюжете. На сегодняшний день в Евросоюз входит 28 государств, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Польша, Румыния и другие. Вступить в объединение могут европейские государства, соблюдающие принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и верховенства закона. Решение о начале переговоров по вступлению выносит Совет Евросоюза, предварительно проконсультировавшись с комиссией и Европарламентом. Так, кандидатами на вступление Еврокомиссия рекомендовала сделать Украину и Молдавию. Можно вспомнить историю возникновения Европейского Союза, его расширения. Тут такие страны, Центральная и Восточная Европа, как, например, Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, не ряд других государств этого региона, они подали заявки на вступление в Европейский Союз еще в 1994-1995 году. Но их вступление произошло только в 2005-2007 году, то есть спустя 10-12 лет. Поэтому вот этот процесс от статуса кандидата к статусу постоянного члена – это достаточно такой длительный процесс. Напомним, что вместе с тем Еврокомиссия рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в члены объединения до выполнения ряда условий. Например, стране необходимо гарантировать полноценную работу всех государственных институтов, продолжать совершенствовать избирательную систему. Еврокомиссия намерена отслеживать выполнение этих рекомендаций, и отчет по ним будет предоставлен к концу этого года. Учитывая множество критериев для кандидатов в члены Евросоюза, процесс вступления страны в объединение может быть очень непростым и затяжным. Поэтому, например, говоря об Украине, очень сложно предсказать, какие возможности страна получит по итогу вступления в ЕС, и каков будет ее статус на мировой арене. Наверное, главный расчет Украины состоит в том, чтобы, придя в Европейский Союз, она имела возможность пользоваться, ну скажем так, финансовой и экономической базой Европейского Союза. Ну и, соответственно, с помощью вот этой базы, экономической Евросоюза, Украина пытается выйти из сложного экономического положения, решить те проблемы, которые у нее накопились. Официально Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в конце февраля этого года, спустя несколько дней после начала российской специальной военной операции. Затем Европарламент рекомендовал предоставить государству статус страны-кандидата на вступление в объединение. Согласно недавнему заявлению Еврокомиссии, в следующий раз заявки Украины, а также Молдавии и Грузии будут обсуждаться на следующем заседании Европейского совета, которое состоится уже на этой неделе. Диана Шеленкова, Елизавета Никитина, Универ-Ньюс. В лагере «Буревестник» состоялась профильная смена IT-территории. Все подробности смотрите далее. В спортивном оздоровительном лагере «Буревестник» подходит к концу профильная смена IT-территория. Участниками образовательной программы стали ученики районных школ из Татарстана. Мы программировали на Пайтоне, было очень интересно, много информации новой узнали, научились, ну, так скажем, навыки, которые были, уже отработали. А все знания, которые я получил на этой смене, я думаю, что они мне очень пригодятся в будущем при сдаче экзаменов и, в принципе, в дальнейшей работе, так скажем, на каких-то направлениях различных. Я приехал в лагерь «Буревестник» для того, чтобы получить новые знания в области информатики, в частности. Это мне очень нравится, а лагерь как раз предоставляет такую возможность. Более ста участников образовательной программы в формате летней школы получили возможность посещения занятий по информатике, математике, робототехнике и физике. Спикерами программы выступили преподаватели КФУ. Изучали Unreal Engine, программировали, строили свои проекты. В конце смены они защищали свои кейсы, свои собственные задачи. По итогам программы ученики изучили основы программирования и создали собственные проекты для дальнейшего профессионального роста. Защитить их они смогут в один из последних дней заезда. Я считаю, что эти смены пригодятся для будущих учителей, так как мы приобретаем новый опыт. На нас лишит большая ответственность. Так и у детей, так и у нас. И в будущем мы уже будем понимать, как с кем работать в дальнейшем. По окончании образовательной программы «Айти-территория» все участники получат сертификаты. Выезд участников из лагеря «Буревестник» состоится 24 июня. Виктория Козырева, Никита Староверов, Денис Сипайлов, Универньюс. В военные годы в Казанском университете ученые-физиологи совершенствовали методы лечения раненых. Как именно, узнаете в сюжете. Мало кто знает, что в годы Великой Отечественной войны Казанский университет был местом, где проводились самые передовые научные исследования в области физиологии. В вмещениях в вузы с 1941 по 1944 год располагались эвакуированные в Казань. В то время Институтом эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности и Физиологическим институтом имени Павлова Академии наук СССР руководил выдающийся академик Леон Арбелли. Он оперировал раненых и читал лекции врачам госпиталей о физиологических основах травматического шока. На кафедре физиологии человека и животных Казанского университета в военные годы проводились фундаментальные научные исследования по изучению закономерности возбуждения и торможения в нервном мышечном аппарате. Ученые исследовали влияние на организм недостаточного снабжения кислородом, взрывной волны, стимуляторов центральной нервной системы и многое другое. Стремление ученых улучшить обеспечение фронта и тыла продовольствием проявилось и в работе специальной комиссии. Перед ней была поставлена задача выявления дополнительных пищевых ресурсов. Сотрудники кафедры в военное время много работали на трудовом фронте, в подсобном хозяйстве, на разгрузке дров с барж. По вечерам сотрудницы кафедры шили белье для участников боевых сражений. Учебная работа в ВУЗе в тот период велась в ограниченном объеме. Так, на кафедре физиологии училось всего 2-3 студента. Анна Климина, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok